Начинайте, Игнат Иванович. Боже, милостью быть мне грешным. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчисла я согрешил, Господи. Прости меня грешного и помилуй. Достойно есть от его истины. Жительство Богородицу, Тесно Божьему, Пренепородчивую, Матерь Бога нашего, Счастнейшую Херувину, Славнейшую воистину Серапиму, Безысление Бога, Слово, Рожише Исущую, Богородицу Те величайно. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу. И ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. Воскрес и измертый. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Молитву ради пресчистства Твоей Матери, Силы щеснага, Житворящего Креста, Святых Ангелов, Наших Хранителей, И всех ради святых. Спаси и помилуй. И благо человека любит. Аминь. Боже, милостью будь мне грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславец и грешил Господи, Прости меня грешного и помилуй. Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, Вездесущий, весь мир наполняющий, Источник благ и податель жизни, Приди и вселись в нас, И очисти нас от всякой скверны, И спаси благие наши души. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу Ныне и всегда и во веки веков Аминь Пресвятая Троица, помилуй нас Господи, очисти грехи наши Владыка, прости беззаконие наши Святые, посети исцеленевощи наши имени Твоего ради Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Слава Отцу и Сыну и Святому Духу Ныне и всегда и во веки веков Аминь Отче наш, сущий на небесах Да светится имя Твое, да проедет царствие Твое Да будет воля Твоя на земле, как на небе Хлеб наш, насущный, дай нам на сей день И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим И не веди нас в искушение Но избавь нас от лукавого Ибо Твое, садство и силы, слава веки Аминь Встал после сна, мы преподаем к Твоим стопам благе И ангельскую песнь возглашаем Тебе сильным Свят, свят, свят ты Божий Моли Твоим Богородице, помилуй нас Слава Отцу и Сыну и Святому Духу С постели от сна Ты поднял меня, Господи, умы, просвети и сердце Открою сна, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица Свят, свят, свят ты Божий, молитвами Богородице, помилуй нас И ныне, и всегда, и во веки веков Аминь Внезапно придется деять, деяние каждого обнаружится Со страхом воскликнем полночь Свят, свят, свят ты Божий, молитвами Богородице, помилуй нас Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Слава Отцу и Сыну и Святому Духу Ныне, и всегда, и во веки веков Аминь Став после сна, благодарю Тебя, Святая Троица Что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Божий, не прогневался на меня, ленивого и грешного И не прекратил жизни моей среди беззаконий моих Но оказал мне обычное Того человеколюбие И поднял меня спящего, чтобы понести Тебе утреннюю молитву Прославить могущество Твое И ныне просвети мои мысли, чтобы мне поучаться Слову Твое Развивать заповеди Твои И исполнять волю Твою И открой уста мои, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце И воспевать Святейшее имя Твое Отца и Сына и Святого Духа Ныне, всегда, и во веки веков Аминь Придите, поклонимся Царю нашему Богу Придите, поклонимся и припадем ко Христу Царю нашему Богу Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу Царю и Богу нашему Владимир, читай 101 Псалом Господи Так что я забываю, есть хлеб мой От голоса стенания моего Кости мои припнули плоти моей Я уподобился пеликаном в пустыне Я стал, как филин на развалинах Не сплю и сижу Как одинокая птица на кровле Всякий день поносят мне враги мои И злобствующие на меня клянут мною Я ем пепел, как хлеб И питье мое растворяю слезами От гнева Твоего и негодования Твоего Ибо Ты вознес меня и низверг меня Дни мои, как уклоняющаяся тень И я иссох, как трава Ты же, Господи, вовек пребываешь И память о Тебе в рот и рот Ты восстанешь Умилосердишься над Сеоном Ибо время помиловать Его Ибо пришло время Ибо рабы Твои возлюбили и камни Его И о прахе Его жалеют И убоятся народа имени Господня И все цари земны славой Твоей Ибо созиждет Господь Сион И явится во славе Своей И призрит на молитву беспомощных И не призрит моления их Напишется о Сем для рода последующего И поколение грядущее Восхвалит Господа Ибо Он проникнул со святой высоты Своей С небес призрел Господь на землю Чтобы услышать стон узников Разрешить сынов смерти Дабы возвещали на сегодня имя Господне И хвалу Его в Иерусалиме Когда соберутся народы вместе И царство для служения Господу Изнулил Он на пути силы мои Сократил дни мои Я сказал Боже мой Не восхити меня в половины дней моих Твои ли-то в роды родов Вначале Ты основал землю И небеса – дело Твоих рук Они погибнут, а Ты и прибудешь И все они, как риза, обвешают И как одежду Ты переменишь их И изменятся Но Ты – тот же И лета Твоя не кончится Сыны рабов Твоих будут жить И семьи их утвердиться При лицом Твоим Благослови душа моя Господа И вся внутренность моя Святое имя Его Благослови душа моя Господа И не забывай всех благодеяния Его Он прощает все беззакония Твои И исцеляет все недуги Твои Избавляет от могилы жизнь Твою Венчает Тебя милостью и щедротами Насыщает благами желания Твое Обновляется подобно орлу юность Твоя Господь творит правду И суд всем обиженным Он показал пути Свои Моисею С сынами Израилевым дела свои Щедр и милостив Господь Долготерпелив и многомилостив Не до конца гневается И не вовек негодует Не по беззакониям нашим сотворил нам И не по грехам нашим воздал нам Ибо как высоко небо над землей Так велика милость Господа к боящимся Его Как далеко восток от запада Так удалил Он от нас беззакония наши Как Отец милует сынов Так милует Господь боящихся Его Ибо Он знает состав наш Помнит, что мы персть Дни человека, как трава Как цвет полевой, так он цветет Пройдет над ним ветер И нет Его И места Его уже не узнает Его Милость же Господня от века и до века К боящимся Его И правда Его Насынов сынов Хранящих завет Его И помнящих заповеди Его Чтобы исполнять их Господь на небесах поставил престол Свой И Царство Его всем обладает Благословите Господа все ангелы Его Крепкие силою Исполняющие Слово Его Повинусь глазу Слова Его Благословите Господа все воинства Его Служители Его Исполняющие волю Его Благословите Господа все дела Его Во всех местах владычества Его Благослови душа моя Господа Слава Продолжаем. 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 Простите, микрофон не включил. Продолжаем. 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 Благословенна Ты между женами, благословен благочрева Твоего, ибо Ты родила Спасителя душ наших. Спаси, Господи, людей Твоих, благослови принадлежащих Тебе, помогая православным христианам побеждать врагов, сохраняя силой креста Твоего, церковь Твою. Спаси, Господи, и помилуй Само Его духовного Игнатия. Царя Айкима, родителей, братьев, сестер, родственников, начальников. Благодетели всех ближних моих и друзей, всех православных христианам, подай им Твои земные и небесные блага, и не лиши им милости Твоих, посети их, укрепи, силой Твоей дар им здравие и спасение души, ибо Ты благ и любишь людей. Аминь. Спаси, Господи, упокой, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей, родственников, благодетелей всех православных христианам, прости им все грехи, вольные и невольные, дары им Царствия небесные. Со святыми упокой, Христе, души рабов Твоих, прадцев, отцов, братьев наших, там, где нет ни болезней, ни печалей, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная. Воистину достойно прославлять Тебя, как Богородицу, всегда блаженную и пронепорочную, Матерь Бога нашего. Мы величаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога Слово, достойную большей почести, чем Херавима, несравненно сравнейшую, нежели Серафима. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Прочистой Твоей Матери, преподобных богоносных отцов наших и всех святых. Помилуй нас. Аминь. Боже наш, милостивый небесный Отец, помилуй Сына моего Константина, за которого смиренно молю Тебя, которого предаю на Твое попечение и защиту. Вложи в Него крепкую веру. Научи Его благоговеть пред Тобой, удостови Его крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь Его, Боже, на путь истины и добра, чтобы Он сидел во славу Твоего имени. Научи Его благочестиво, добродетельно жить, быть добрым христианином и полезным человеком. Дай Ему здоровье, душевное, телесное, успех, труда. Избавь Его от хитрых козней дьявола, от многочисленных соблазнов, от скверных страстей, от всяких нечестивых, беспорядочных людей. Ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, по молитвам Его Прочистой Матери и всех святых, Приведи Его к тихой пристани Твоего Вечного Саства, чтобы Он вместе со святыми, праведными всегда благодарил Бога. С Единородным Твоим Сыном, Господи, с Житворящим Твоим Духом, аминь. Господи Божий наш, воззри на Сына моего Константина, не спошли на Него Духа премудрости, разума, благочестия, просвети Его светом Твое благоразумие, чтобы Он скоро уразумел и усвоил изучаемые предметы, употребив их на благо Твоей Церкви, на пользу ближней и воспоел спасение, потому что Ты источник премудрости и Тебе слава возносит, всегда ныне пресно и во веки веков. Аминь. Игнать Тихонович, продолжайте. Максима, Владимира, Гребу не дай погибнуть, Яконов, Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, Кирилла, Ленедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора, Тихона, и весь священнический и иноческий чин, и высшие истинные служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и найм, да, еще священникам, если угодно тебе. Смири власти воинства, их наведи страх Твоей на них, и через них сотвори благое Церкви Твоей, и сохрани их от покушения на них, дабы издавали мудрые законы, дабы человек мог достойно жить, имея из чего уделить нуждающимся. Просни сердце Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Амана, Нарсултана. Слава Тебе, Господи, за тихую и мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить дарованные Тобой наши таланты. И для всего пошли нам добрых помощников, наставников, советников. И сохрани нас в этот день от всякого рода зла и греха. Спаси и помилуй, Господи, и сохрани селение наше и здесь от пожара, от воров, от нечистой силы, живущих там Андрея, Игоря, Игоря, Серафима, Владимиру, дай веры, обрати его. Бострей, Людмилу, Любовь, Владимира, Алексея, Иосифа. Пришли добрые жители из детьми, знающие закон Твои, любящие на уставы Твои. Спаси и сохрани Татьяну, Наталью, и сохрани школу. Спаси и помилуй, Надежду, Екатерину, Валентину, Евгения, Наталью, Анастасию. Михаила, Нина, Анна, Юрия, Арахиль, Ездра. Екатерину, Екатерину, Галину, Сергея, Сергея, Александра, Александра, Дмитрия, Вячеслава. Ты знаешь всех, с кем мы познакомились, кому возвестили Слово Истины. Благослови их, Господи, и помилуй, и возри на угрозы врагов, и смири их гордость. Не дай погибнуть им, примири их с нами, если угодно Тебе. Судный день, и помяни их безумия, Максима, Александра, Александра, Евгения, Виктора, Сергея, Алексея. Благослови благодетелей наших, воздаем добром. Елену, Людмилу, Неанилу, Евгению, Наталью, Надежду, Юрию, Светлану, Александру, Татьяну. Посети болящих, Господи, дай им силы все перенести с благодарением. И пошли мы в исцеление. Валерию, Илариону, Кириллу, Владимиру, Надежду, Татьяну, 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 Анастасию. Валентина, 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 Неанилу. Александру, Анна, Благодарю Тебя, Господи, за здоровье, за болезни, за друзей, за врагов. Ибо Твоему благоволению все это окажется на пользу. Слава Тебе. Посети Романа, изгони из него духа лжи, упрямство своей воли, не дай ему погибнуть. Благослови Никиту, Виталию. Всем даруй духовное рождение и жизнь во Христе. Посети путешествующих, возврати. Раису, Льва, Виктора, Виталию. И найди все наше родство, братья, едоки, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. И сохранято наше сокровище в интернете. И книги здесь, и в пути, на пользу людей. И трудящихся Игоря, Юрия, Дмитрия, Виктора. Андрея, Андрея, Сергея, Сергея, Валентина. Дмитрия, Вячеслава. И обратите, Макфея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Леонтия. Слава тебе, Господи, за это место, дарованное тобою, где мы можем преклонять колени перед тобой. Защити, дабы чужды не могли и приблизиться к нему. Будь милостив к нам, Владыка, благослови и прими нашу молитву. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава тебе, наш Бог Иегова, Авва, Отче. Свят, свят, свят Господь Саваук. Вся земля полна славы Его, Аллилуйя. Слава Вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение, Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне веру Твою, святую, дар неба и страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, который даровал мне святую Библию и указал на толкование святых отцов и на святые каноны, как на истину. Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, Пресна Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Своими. Господи, воздай милостями всем с поспешным нам путешествием. Благослови Павлу, Зинаиду, Владимиру, Валентину, Екатерину, Людмилу, Надежду и всех непоминаемых. Нами благослови их, Господи, и, посеянное нами, дадаст добрые плоды пред Тобою. Не нам, не нам, но имени Твоему дай славу. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешен. Добрый мой ангел, благодарю Тебя, столько лет Ты хранил и защищал от видимых и невидимых опасностей. И только вечности все это откроется. Прошу Тебя, мой ангел, не покиня в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи мою душу по мытарствам, страшным и непонятным. И веди ее навеки в вечное Царство Христа, Бога нашего. Аллилуйя. Иоанн Креститель, предтеча Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду. Быть благочестивым и довольным, никогда никому не завидовать, не роптать и жить во всем экономно поступая. И каждому дару жилье Сергея Гавриилу. Устроив дела. Святитель Христов Никола, мерликийский чудотворец, образ кротости и воздержания. Добрый архипастер словесных овец. Моли Бога о нас. Молите Бога о нас, святые пророки Божие, Илья, Елисей, Инох, Моисей, Самуил, Аарон, Ио, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Езра, Нееме, Амос, Наум, Исайя и Иеремия, Варух, Изеки, Иль, Осия и Аиль, Агей, Сапонин, Захария, Малахи, Давид, Нафан, Данил, Отрехи, пророк Михея, Авраам и Саакятов. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою. Дабы день прихода твоего нашего отшествия не заставлено с неготовыми. Но чтобы вы вышли навстречу тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными или добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога на святые ангелы, архангелы, хурувимы, серафимы, все небесные силы, престолы Божьего, предстоящие, святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфеймар, Рука и Иоанн, даруют нам Господь желание и жажду исследовать священное писание и жить по ним, исполняя с радостью и благоговением святые заповеди твои. Аллилуйя! Молите Бога на святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Ян Золотовус, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Пеодосий, Корнилий, Ио, Сергий, Радонский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Ян Тобольский, Ян Кронштадтский, Ян Шанхайский. Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет и все переводчики священного писания. Молите Бога о нас, да укрепит и сохранит нас Господь в святой православной вере, а замосте ретиков развеи в ничто преврати. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла первомущница, Фатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь Софии, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепитуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария Египетская, Прискила и Акила, Андроник и Юня, Киприяна, Устина. Благодарует Господь послушание и молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам, и сохрани их от всяческого повугания, и исправни покоривость Галины, семейства Евгений, Надежды, Надежды, Светланы, Марии, Раиса, Марина, Юлию, Елены, Людмилы и Анны. И прими нашу молитву, и воздеяние рук, как жертву вечернюю, благоухание, приятное перед престолом благодати Твоей, Господи, и соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся к Тебе на небе и на земле, услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех западавших нам молиться о них, спаси их и помилуй, путешествующую Лидию, спаси и сохрани этого Иосифа. Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Говори, Господи, Владыка, живота моего, Дух праздностью ныне, Любоначаля празднословия и сребролюбия, не дарь мне, душа целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви даруй мне рабу Твоему. Говори, Господи, Царю, даруй мне зреть и моя прегрешение, ежене осуждать и брата моего, яко благословен, если и во веки веку. Аминь. Говори, Боже, очистенный грешен и помилуй меня, Господи, прости, помилуй и сохрани. Прости мои согрешения, тайные и явные, в уме и в помышлении, в воде и в ночи, в осенней жизни нашей, ибо Ты благо человека любишь. Аллилуйя. Будь милости ко мне грешному, не помяни грехов и беззаконий моих, но по Твоему благоутрубие и долготерпение и милости, любви, прости, помилуй. Аллилуйя. Господи, Владыка живота моего, Дух праздности, уныния, любоначаля, празднословия, серебролюбия не дожми. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви, даруй мне рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть и моя прегрешение, ежене осуждать и брата моего, яко благословен, если и во веки веков. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Доброе утро всем. Доброе утро. Доброе утро. Мы немного беседуем в основном о молитве. Вот как-то не проповедуются на эту тему, что ученики говорят Господу, Господи, научи нас молиться. Не просто молиться, а как Ян научил своих учеников. Все они родились в религиозных семьях. Все они правоверные иудеи. Как Павел говорит, фарисей от фарисеев. Это не в оскорблении, а в положительном смысле. Он все знал законы. По правде законы не порочен. Это себе в благочестивой семье родился. И знали, как молиться. Даже самые бедные, самые слабые. И они знали, как молиться. Вот что-то не знали. Не знали Библию у русских людей. А молиться знали, я вспоминаю, как мы у дедушки были. У него собирались бабушки разные. Он считал им книга, называется Златоуст. Хотя там было и от Василия Великого написано. Григория Богослова, Святого Нифонти. Книга эта мне досталась. Так вот и молились. Всегда за стол и за стола, ложась спать. Ну, какие-то там были свои условия определенные. Вот нельзя было то делать, на молитве нельзя там было. Ребятишки маленькие знали это. И оказывается, когда встретились со Христом, то поняли, что чего-то не достает. Научи. Научи, значит, не хватает чего-то. И они слышали, как ученики Иоанна Крестителя молились. Но как они молились? Но почему нигде никто не написал? Нигде не сохранилось? Как? Написано как? То есть, как это было известно для Господа. А для нас неизвестно. Вот у нас молитвы были. Вот начал положить. Отче наш там задумывался, не задумывался. Но мы молились всегда. И вот этот момент, научи нас молиться, он тоже обставлен определенными столпами, так скажем. В одном месте написано, у Соломона было. Ловите нам лисиц и лисенят, ибо они портят виноградник. Представим себе, что вот загорожено, все хорошо, сетка. А в одном месте прорыв. Вот какой-то штахет стоит там, в одной штахете и нету. И туда уже свободно пролезет лиса. И она портит виноградники. А виноградники наши цвету. Ну, мы скажем, виноградники наши едва ли не все засохли. Но все равно лисицы портят. Какие вот эти лукавые мысли, отговорки, они проникают. Ну, сегодня я не могу... Вот некоторые могли бы наши здесь прийти. Вот я гляжу, Наталья здесь, у нее и ребятишек уже прибавляется. И муж не молится вместе с ней. А она здесь. А другие тоже там же где-то рядом живут, и их почему-то нету. Я ничего не хочу сказать, кроме того, что нету. Вот сейчас Сергей Павлович. У него на квартире живет мой внучатка. Сын племянника Андрея Устинова. И он утром не встает на молитву. Почему? Вот вопрос-то, почему? Значит, в семье его к этому не приучили. Может быть, и приучали, но не приучили. Явно дела, его нет. И что делать? Сергей сказал, ты почему договор-то не составил? Вот у меня на квартире всегда жили 12,8 квадратный метр вместе с кухней, вместе с залом, вместе с мастерской. Все-все по стенам. 13 квадратов даже не. Ну, 13 квадратов. И всегда жили квартиранты. По милости Божией, имея другие квартиры, точно так же. Как-то они сами приходили, там, то у меня знакомая какая-то, и она там студенток приведет. Какие они уж там, ну, крестятся. Но со всеми я договор заключал, что утром встаем все вместе в 4,40 на молитву. Ну, молоденькие девчонки-то, вечером не сразу уложишь их. Вот даже трудно вообразить теперь, как у меня жили на квартире в одной комнате. Ну, ширма висела там раздеться. А дальше они помолились и сразу ложились спать. То есть у нас утренняя молитва, а для них ночная. Почему Сергей Павлович с ним не договорился, то есть упустил из виду. И сейчас бы он делал это, потому что договор его... А так я сказал, запиши ему и передай записку, что спи сколько хочешь, пока не встанешь. Надо четко держаться. Я, к примеру, говорю, вот на занятиях я веду в университете занятия раньше. И одна пишет записку, что мне делать. Я на квартиру пришла к сестре, к родной. А она не дает иконы ставить. А она баптистка. Я тогда вопрос задал, не знаю, кто в зале сидит в аудитории. Я говорю, ну, вы знали, что она баптистка? Знала. Ну, если знала, то она условия ставила? Да, она ставила. Сказала, ты живи, как дома. Все, но иконы на вид не ставь. Там шкаф где-то поставь. Потому что ко мне приходят братья и сестры баптисты. А у нас икона не принята. И мне каждый раз надо отвечать. А почему икона должна прятать? Подождите, вы договорились с ней? Да. И вы согласились? Ну, да. Ну, раз согласилась, значит, ты не власть теперь делать. А тебе не нравится? Забирай икону, иди на вокзал. Сегодня же, чтобы ушла оттуда с квартиры. А как я так? Не касается. Сегодня ты должна уйти. Вот почему меня называют жесткий, а другие не знают слова жесткий. Жестокий. Одну букву добавят, и ну, все, дальше экстремисты, все проще. Должна сегодня ты уйти. Она, мне некуда идти. Ну, тогда зачем вопрос задаешь меня и скушаешь? Я должен ответить по правде. Ты подписала. Не давший, говорит, крепись, а давший слово, значит, держись или наоборот. Вот так. Ты на квартире у ней. А она заказывает музыку. И здесь вот так же на молитве нет одного человека, а может быть и у других вы умеете вот это сказать, четко, ясно выражить. Твердость должна быть, решимость на молитву. Некоторые не понимают этого. Даже молитвы я помолюсь в другое время. Дети встают попозже. У нас в деревне-то. А сама пошла коров дает-то. А им в школу идти скоро. Ну, ладно, идите там в другой комнате помолитесь. Они даже здесь мешаются ей на кухне-то. Она готовит. Ребенок полусонный, и он в другой комнате будет молиться. Вы что делаете-то? Что ты, старуха, творишь-то? Ну, какая молитва-то? Ты на шаг не отходи от него. Достань на колени, да обними его, как у яговистов делают-то. Ну, на коленях-то я не говорю. Это помолились уже там. Приголубь ребенка-то. А потом его отправь с ласковыми словами досыпать. Подними его, златоуст. Говорит, прочитай молитвы две, три. Не сегодня, то когда. Если не ты, то кто? Главное. С женой надо жить мирно. Ну, конечно, мирно. Кто же говорит, что ее оглоблить надо бить? Ну, вот на днях я с одной беседовал, а у меня муж бил. У меня муж бил. Она, да, бил ее там. И она одна осталась. Муж умер, а она здесь. Дерзкая-дерзкая баба. Еретики как-то вышли. И он, мужик, ее не может укоротить. Но она, говорит, не моя жена, а другого тут. Ну, сейчас мы беседуем, мужики. Ну, ты можешь ее... А, бесполезно. Я говорю, тогда все, уходи. Мы такой чат, дыма напустили здесь уже и так. С женой обращается вот так-то. Для чего? Дабы не было препятствий в молитвах. Я повторяю это. Об этом священники никогда не говорят. У них мира дома нет. Она ему ультиматум ставит. Степа, это отец Стефан. Степа, мы сегодня в театр идем. Он, ну, матушка, ну, ну, как же так-то? Галина, ты не пойдешь? Я в церковь больше не пойду. Он не хочет. Пошел в театр. Никаких условий. Четко и ясно. Посади на место. Я не призываю, как... Святые же призывают. Приложил руки там и проще это. Передавая дочь жениху. А отец, такая матка была, ну, балка деревянная. А на ней вот так две рядом доски. А не плотную. А с ними еще одна нахлест. А вот здесь оставалось отверстие туда. И туда совали плетка. Плетка настоящая, сплетеная, коротенькая. Вот мое оружие. Я передаю тебе. То есть он ее приучал к этому и когда надо прилагал. У русских людей это было в порядке вещей. И не только у русских. Мы этого не призываем и не говорим. С любовью. Ну как? Она должна знать. Ты сам обдумай меру наказаний. И без наказания оставлять нельзя. Не идет на молитву. Почему? Мы договорились. Это надо было раньше. Да я с ней... Туда разговаривать не ищем. Живи как есть. Ничего тебе. Дети будут неверующие. Ты будешь прятаться от них. От детей своих. Поповские дети. Они безбожники растут. Бегают маленькие по храму. Благоговения нет и прочее. К молитве нет благоговения. Вот когда я попутно все говорю. Когда беседуют вот эти сектанты. Или вот здесь написано где-то. И православный его перебивает. Послушай. Ты кого перебиваешь-то? Так он еретик. Я не опровергаю это. Только он-то считает сейчас Слово Божие. Открыл Библию, а ты перебиваешь. Ты не его перебиваешь. Ты Дух Святой просишь попятиться. Все Писание Бога Духновенного. Ну как это-то не понять? Так он еретик. Послушай, ты хуже еретика. А тебе нравится, вот я тебя назову так. Я считал, когда ему он знает, для него я еретик. И он стоял спокойно. А тебя чего-то разжигает-то сатана. А не давай помолимся. Давайте, но только где-нибудь по Слову Божию. Я Амин сказать не могу. Но знаю, что вы точно еретики. Я ушел в другую комнату. В коридор мы вышли. В другую сторону повернулись. Стали молиться. Нас на какой-то конгресс там позвали они. Я говорю, ну с ними были, все беседовали. Они все принимают. Давайте помолимся. Давайте помолимся. Но я знал, что вы в прошлый раз молились и говорили во имя Отца и Сына во Святом Духе. То есть они не признают отдельную личность. Во Святом Духе. Нет. Отца и Сына и Святого Духа. Я могу сказать Аминь. А вы раз так молитесь, я в другом месте. С еретиками молитесь. Так вы нас за еретиков считаете. А кто вы такие? Вы еретики и есть. Настоящие, полновесные. И поэтому, дабы не было препятствий в молитвах с женою. Дабы не было препятствий в молитвах с детьми. Отцы, не будьте суровы с детьми слишком-то. И это не забывай все. Я это все делаю ради молитвы. Вот где молятся, где... Ну тут незнакомые люди. Ну вот к нам приехали люди. А они баптисты. Я их призываю, наденьте платки. Они надевают. Я сказал. Вот мы едем по стране в библиотеках. Я говорю, первый раз люди меня видят, первый раз слышат. Она хоть платочек носовой на голову положит. Но если это местные люди, они никак это не делают. Потому что их обвинят, что они под моим каблуком. Они у меня тут зазомбированы. Ну всякие подобные мудрости в кавычках. Для молитвы нужно поле расчистить. Расчистить. А как поле? Очень просто. Признать себя виновным. Все эти колючки убрать. Колючки. Грехи это колючки. Это тернием заросло. Попутно скажу. Один там где-то в келье сидит. Ну один, другой там подошел. Купец богатый. Ему золотую монету большую там дает. Ну по нашему может быть там полмиллиона она стоит. И он ему дал это. И говорит, помолись за меня. Но он ничего не сказал. А ночью видит этот человек сидит среди терровника. А ему голос говорит, иди вытаскивай его. Он смотрит на себя. Он тоже голый. Одежи-то нету. И он туда лезет. Ну вы были когда-то допустим плотно растут там на юге шиповник. Там такие шипы у него. Шип. Шиповник. Ему название такое шиповник. Вот иди и доставай его. Он весь не задрался. Достать не достал. А утром тот пришел и так кротко кланяется с ним. Что я ему вроде расположил к себе. А он показал монету. Это ты мне вчера дал? Он говорит, я. Он его так бросил, она вниз покатилась. Забери ты ее отсюда. Я сегодня всю ночь измучился тебя спасать. Ты во грехах живешь весь. Я взял ее. Зачем я взял-то? Не проглотил же все равно. То есть вот это вот. Ну ладно. Ты расспроси, как молится. Он сам нет. И когда нас просят по телефону. В интернете. У меня вчера несколько раз. Задим несколько раз звонят. Там какой-то попал. Не его, а Никита звать его. Мальчику 14 лет. И руки поврежденные. Заврежденность. Где он попал? В автарию. Дальше еще не говорит. Верующий, неверующий. Все закрыто. Ну я буду молиться. Я встал на молитву. И если не угодно молитву моя, Господи, не вмини мне этого грех. Мы должны молиться. И молитвы расчищаются. И молитвы расчищаются поля. Вот Господь так делает. И Господь утешает нас, когда услышанные молитвы. Услышанные. Мне тут один из наших, вот я сегодня его не вижу молиться. И он говорит, у нее есть сын больной у одной. Она хорошая христианка православная. А он какой-то, то ли припадочный. Что-то такое у него. Приступы бывают. Ну сейчас вот она пришла стучиться, колотится, а он не открывает. То есть вызывать МЧС, чтобы выпиливали дверь. Ломали замки. Ну он говорит, я помолюсь. И мне звонит там. То ли стоит на лестничной площадке. Я скорее все бросил. Ну и скорее вооружаюсь своим оружием. И на молитву. Еще не закончил. Он тут же звонит-то. Все. Его как кто-то там разбудил или что-то. И он к дверям подошел и сам открыл. Сам открыл. Конечно. На душе радостно. Там может быть другие молились. Но в этом участник был и я. И это я присваиваю себе. Благодарность Богу вызвать. Господи, как ты близок. Не просто так там. Я рассказываю. У меня две молитвы. Постоянные. Политические молитвы. Я молился долго. Годами. О крушении коммунистического режима в Советском Союзе. Чтобы эти людоеды ушли от власти. Я другие спрашиваю. А кто молился? И практически я ни одного не нашел. Ну бывает. Да что бы были прокляты коммунисты. Нет. Нет. Я не так молюсь. Господи. Народ уже устал. Если угодно тебе. То антивласть. Убери. Чтобы люди могли свободно молиться. Храмы открылись. Детей учить. И Бог так все и сделал. Но нарухнуло-то две причины здесь. Гласность Горбачева и Альхипелаг Гулаг стал жениться. Но вот больше ничего тут не было. И все лопнуло. Показать лик. Образ. Человеческий образ социализма хотели-то. А там такое чудовище выперло. Такое страшилище. Ну а мы-то должны знать это. Молитва. Я делал печь. А печь сделать это не фуражку на голову повернуть. Печь с фундаментом бабушкам. 30 рублей. Это намного дешевле, чем другие делали. Ну это половина моей месячной зарплаты. Я не брал деньги. И бабушкам просил разменять по рублю. И давать нищим, чтобы молились. О возвращении домой Александра. Ну кто знает. Сын от меня ушел. Я об Александре Исаевиче Солженицыне молился. Чтобы он вернулся в Россию. Он вернулся. Я по моей молитве. Моя молитва. Да что ты так о себе думаешь? Я не думаю. Я молился. Молился и так и было. Ты молился? Нет. Значит тебя просто так. Пригласил его сюда Горбачев. Или пригласил его там. Кто там был. Вот. Ты так считаешь. А я молился. Я молился. И для меня это ответ на молитву. Я говорю. Примерно сказать. Ты за стол садился. Ел хлеб? Ел. А Бога благодарил? Нет. А что благодарить? Все само выросло. Вот. А я благодарил. А почему? Потому что я молился очень наш. Хлеб наш насущный. Подавай нам на каждый день. Я молился. Я каждый кусочек сухарик хлеба понимаю. Бог ответил на молитву. Ответил. Он слышит меня. Я опять с хлебом. По-детски верьте в это. Ты молился и все так случилось. Правильное путешествие. Окончилось где-то. Приходи домой. Не давай покоя веждам своим. Дремания. Векам своим. Попутно хотел сказать. Может быть. Ну если грамотно. Скажите. Кто знает. Сколько падежей в русском языке? Семь. А ну-ка говори. По порядку. Называй. Какие? Именительный. Родительный. Дательный. Именительный. Творительный. Дальше. Предложный. Ручонку везем. Шесть. А откуда седьмой взялся? Выменительный. Родительный. Дательный. Винительный. Творительный. Предложный. Шесть. В школе учили мы шесть. Откуда ты взял седьмой? Предложный. Да. Ошибся шесть. Да не ошибся. Ты сам не знаешь. Сказал правду. Есть еще такой предлог. Который нам не называли. Звательный. Я скажу Боже. Ну и скажи Боже. К какому падежу отнесешь? К какому падежу? Если к именительному. Тогда родительный скажи. От Божия как будет? Никак. Это звательный. Мы забыли. Этот церковно-славянский язык нам дарит. Вот какое дело. И мы должны в молитве точно так же знать. Три ступени. Первая. Просительная. Звательная всегда она. На этой ступеньке все мусульмане, язычники, коммунисты, баптисты. Все на одной ступеньке. Дай, подай, спаси, сохрани, благослови. Вторая. Это благодарность. Молитва должна вышла. Вот мы молимся канон Андрея Критского. Дальше. Третья. Последняя. Ангельская. Словословие. Ничего не прошу. Ни за что и не благодарю. Я поплыл уже в третьей. А какая? Слава. И ангелы на небе поют. Слава Вышнему Богу. На земле мир, человека и благоволение. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Это что? День и ночь поют. День и ночь. И новое усложнение от этих слов. То есть открывается что-то такое Божьей мудрости, Божьей силы, Его всемогущества. Слава Иисусу Христу. Ну нормально? Ждем. Сестра Татьяна. Вот так научиться нужно определенно молиться, чтобы мы были как надежда для некоторых людей. Вот некогда молиться, а то молятся монахи за весь мир. А я им отвечаю, а я что только за них голубей молюсь или за воробьев? За весь мир. Я говорю, ты перечисляешь правителей или нет? А я их перечисляю. Ну кто молится за Нур-Султана Казахского? А это удивительный правитель в наши дни. Редчайший. Что он сделал со страной? Как поднял ее? И добровольно сам уходит с поста. Подал. Нур-Султан звать его. Вот я так примеру говорю. Все так примеру. Мы говорим о молитве. Расчистить поле. Возвращаемся. От грехов. От грехов какие? Сомнения. Ну я молился, а Бог не отвечал. Еще молиться. Ну вот ты никакой. Ты молись непрестанно. Как Исааки молился о бесплодности жены 20 лет. Никаких не было там экстракорпоральное оплодотворение. Как у Киркорова там. Это ненормальные дети. И что ненормального там? Ребенок же растет. Не знаю. Я знаю только. Это ненормальный образ. Дальше будет видно. Дальше. Ну как она попала. Какая-то женщина в лагерь. Это я уже точно знаю. Ну а какая она? Сама она преступница. С преступниками была. И там она осеменилась. А в лагере оказалась беременная. Ребенок рождается. Куда его? Ей срок накатали по полной катушке. Убили. С кем гуляли. Убили учительницу одну. Ну и что? Ну дальше точно. Ребенка девать надо куда? Я знаю. Там подходит охранница одна. В ней детей нет или она одинокая. Ты можешь подписать мне? Чтобы никто не знал, что я у тебя взяла. Ребенок я перепишу на свою фамилию, на отчество, на свое. Согласна. Она все там установила и законом, путем получила ребенка. И битишки хорошие растут. Ну вот исполняется ему где-то 14-16 лет. Он как сбесится. Сбесится. Мне охранники говорят. И ничего нельзя сделать. Все нормально. Он куда-то бежит. Придет грязный. Какими-то друзьями с такими. Почему природная. Вот Сергей Павлович профессиональный кинолог. Он занимается с собаками. А я занимался в уголовном розыске. Это в ряды выше. Это не просто там дай принести. А следовая работа. Дорогой, чтобы все вещи подняла, подала тебе. Которые бросила. А курок подобрала. Которые за кем гонишься. И вот бывает такая. Ну породистые собаки там. Ну разные-разные там в уголовном розыске. Это не на границе. И бывает беспородная. Вот у меня была беспородная. Он первое место держал Рекс. И вот если он беспородный. Он щенок такой взят. Я его воспитывал-то сам. А бывает так. Уже она побывала на свалке. Если преступник пробежит по свалке. Уже не дергай ее. Это бесполезно. Но время теряется. Ничего не сделаешь. Она долго не будет. Она тут секунд десять побудет. Она все обнюхала. Вспомнила свое детство. И опять побежала по следу. Вот так и душа. Где она ходила? На молитве все вспоминается. Все наши помойки. Где мы были. Глуши это молитвой. Да такие дела делаешь. В другой раз вспомнишь. И голова закружится. Ой-ой-ой. Да что же это я? Господи помилуй. Да как ты меня терпишь-то? Вот это вот. И как раз то, что и нужно. Господь этой памятью сокрушает нашу негодность. Чтобы не думали о себе высоко. Я попутно говорю. Вот зашли двое помолиться. Фарисей и мытарь. И все. Вот фарисей-то плохо молился. А мытарь хорошо в грудь себя бил. Да у него ничего и не было. Ну а Господь его похвалил. Похвалил. А почему похвалил? Фарисей-то ничего плохого не делал. Хорошее. Соблюдал только не среду, а пятницу. Другие дни были там. Вторник, четверг. Вот. Примеры сказать. Пошел. Более оправдан тот. А этот менее. Оправдан менее. Потому что он судил человека, который стоял на молитве. Если бы он на улице сказал, то все было бы правильно. Но они стояли перед Богом в храме. А в храме человек не тот, который зашел. Он зашел. Будь милостив ко мне грешным. Он уже другой. Все. Грешный я грешный. Я брал налоги больше. Я обманывал людей. Вот так я заработал это все. И все как Герман Стерликов. Теперь за праведника. А людей-то сколько обманул-то, ограбил-то. И люди как слепые, не видят. Слушайте, и он это. Лохотрон этот устраивает каждый раз. Попутно говорю. Попутно. Но он как образец оставлен вовремя улизнул. За ним и гонялись. Ничего не сделаешь. Вот так. Здесь на молитве. Я пащусь два раза. Не надо перед Богом. Он и так знает, как мы пастимся. На молитве ты встал, ты должен говорить. Будь милостив ко мне грешным. Молитва мытаря не вошла в состав молитв, к которой мы молимся. А молитва, так сказать, в фарисея не вошла, а мытаря вошла. Боже, будь милостив ко мне грешному. Но дальше уже мы добавили. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчастая согрешил, Господи. Прости меня грешного и помилуй. Вот это вошло. Вот на молитве мы должны расчистить поле. Хотя бы не стоять на колючках. Убрать пожечь их огнем любви, огнем веры. Я вспоминаю, моя мама, она, ну, 10 ребятишек, отец инвалид. А через дорогу бабка живет там уже 90 лет. На работе-то работает по 16 часов. Да все физически. 12 коров, 3 раза подоить вручную. Вообразить нельзя. А вечером стемнялась. И она уже бежит на ток, ток, где зерно сваливает. И крутит машины, которые провеивают. Две женщины с двух сторон, большими кругами. Вот так вот. Я все это видел. И она пришла домой молиться. Стала, ну, только склонила колено-то. А там как? На ворох пшеницы упадут. И кто первый проснется, увидит Орион. Три звезды идут по прямой. А она называла их Кичиги. Кичиги той девки уже над березами. Пора идти коров доить. И в темноте они идут доить коров. И вот она дома пришла, мама склонилась молиться. И она говорит, я не помню. Когда в себя-то пришла, выходит, я заснула на молитве. И развернулась, видно, идти на работу. Но она так не истолковала. Она истолковала так. Видно, и молитва моя не угодна Богу. Господь меня отвернул от себя. Но откуда эти слова-то в ней? То есть осознание немощи своей природы. А что работали, они даже ни во что это ставили. И сказать, ну, что там она выработалась. Вот смотришь там, во сколько лет, во что превращается. Зыкина там другие, такая дородная, красивая. А моя мама ни худо, ни бедно, а 86 лет прожила. Прожила. 12 детей принесла. Вот. Всю жизнь работала. И нам к молитве так относилась. И вот они из старообрядцев. И потом Господь позволил им прийти к священству. Старообрядцы белокринитского согласия. Так называется. И вот если молится человек, и молитвы твои, говорит, пришли на память, как у Корнилия. И милостыни и молитвы. Вот что, на что Бог забывает, что ли? Ну, применительно к нам. Ну, как называется антропоморфизм. Ощеловечивание божества, чтобы понятнее было. И молитвы твои, и милостыни, пришли пред Господа. И тогда посылает, чтобы призвал Петра, и он у них слово сказал. Люди готовы уже. И вот если у нас какие-то неудачи, мы должны как-то обращать внимание. А как было? Вот я помню, это я помню. У нас Библии не было, мы ничего не знали. Но вот нам уезжать куда-то. Я уезжаю в Барнаул. Родственники стоят. И я. Мы все молимся вместе. А потом я должен им поклониться. Поклониться в ноги, без крестного знамения. Так, ну вот как когда прощенное воскресенье-то идет. Поклониться и сказать, простите меня, Христа Роди. А они отвечают, Бог простит меня, прости Христа Роди. А потом они мне поклонятся. А потом я говорю, благословите, кланяюсь. Бог благословит, и вы меня благословите. А потом они мне кланяются, эти же самые слова. И вот трижды. А потом бывает сядем и посидим, перед дорогой помолчать. То есть не молчать, а мысленно помолиться. Вот иногда бывает, я видел, минута молчания. Минута, больше их нету, депутаты. Минута полного молчания. А еще молчание, это сказать, на минуту давайте помолимся. Это нельзя сказать. Государство не теократическое. На молитве. Когда бы мы не уезжали, всегда заканчивалась молитва. В дом заходим, три поклона в углу, передний угол называется. Передний угол. Он бывает и на западе. Три поклоны скажут. У нас не было мир дома, если мы этих слов не знали. А здорово живите. То есть здравия желаю, как военная. Ой, там приветствую. Вот я в окно постучу, а мама в окошко. Она не видит, в темноте я стою. А я приехал из Барнаула. Она, кто там крешёный? Вот пароль какой. Кто там крешёный? А там, может быть, басурманин какой-то стоит. Другой веры. Кто крешёный? Да это я вам приехал. Вот и всё. То есть всё начиналось и кончалось молитвой. Так Господь сделал. И поэтому мы прошли легко. Перестройку люди там стрелялись. Стрелялись, есть нечего. А мы ни разу не легли голодные. Вот сейчас всё это вспоминаю, как с нуля начали. Это всё... Я об этом говорил, но с властями до конца недоговорённость была. Это потом придёт. А вот с места сдвинуть постоянно живут люди, не уезжают. Это батюшка начал. Мне всё приписывают, но это не так. Да, моя идея была. Ещё за два года я об этом говорил. В газете писали. Восстановить Потеряевку. Ну, главное Виталий. А потом тут... Это батюшка, и потом Виталий Устинов. С ним же тут был. Валя Шитикова. Вот. Богу угодно, когда мы смиренно предстаём перед Ним. Угодно ли Богу, что мы вот по утрам молимся? Не знаю. Но молитва наша не очень сильная. Потому что вот сколько людей я тут вижу, и не увеличивается. А все бы хотя бы по одному привели сюда, и всё. Ну, я не могу сказать. Вот я вижу, у меня жена здесь. Она молится, она рано встаёт. Не могу я Наталье сказать, ты на остатку мужа призови. Хорошо, что он её ещё и не колотит, там, на молитву, когда она уходит. У другого-то... У Сергея её и нету. А у другого... Другой не женаты. А у другого женаты, да жена не такая. Даже с семейным кланом прийти и то не так просто. Это хорошо, что у тебя муж умер. Я Оле говорю. Хорошо, что умер. Ты свободная помолиться, как ласточка свободная была. Вы как-то сами сообщайте и говорите. Такой-то порядок, там-то занятие. И молитва у нас идёт. Приглашайте, говорите. Это Наташа уже дала сигнал. Муж её не трогает. Ну и благодари Бога, Наташенька, что тебя муж не трогает. Это не дай Бог. Груши для боксёра быть. Ну вот сегодня немножко я о молитве сказал. Это всё предисловие у меня. Главное, я хотел остановиться на первой молитве. Первая молитва была... Я не знаю, она не записана. Думаю, что она была. Ну и думаю я, согласно опыту, что Адам молился Богу. Как было не молиться, такая красота. И Еву этому... Ну, Еву-то некогда. Я думаю, они полдня вместе не прожили. Она уже сразу нашла себе соседа, компаньона, разговаривать начала. Ну, такая тварь, динозавр подполз. Змей. Есть или нет, и динозавры спорят. Нету их? Нету. Нету. Может, не было. Костей сатана набросал, да и... А люди спорят, глупости. И вот здесь первый молится кто? Каин и Авель. Авель молится один раз, а Каин два раза. Ну вот найдите, где это там два раза. Я загадку вам задаю. И почему одного молитву Бог принял, а у другого не принял? Ну, он в Гестардере рисует, что у Авеля дым пошел вверху, а у Каина по низу стал расползаться дым. И он так и подумал. Ну, а почему он убил-то? Ну, образно сказать так, что Бог жить без жертвы человеческой не может. И теперь мы от двоих. А так как у Авеля нету, Богу по неволе придется от меня теперь жертву принимать. Я вот так думаю. Ну, такое дело. Итак, Богу, чтобы прийти, а не отсюда ли взято? Прежде примирись с братом. Вот это первое. А за его завистливое окота, и думаю, что было. Ну, на вес держал. Ну, а что вес-то держать? Шашлычок, мясо на костре. Огонь, конечно, знали. А у того зелень, бобы. Конечно, это хорошие бобы и огурцы. Но, однако, давал или не давал, как Исаву и Яков-то, не знаю. Ну, вот тому дал такое. Думаю, что мясная пища больше издает ароматов, когда она нормальная и прочее. И понятно, что, может быть, у него до молитвы, у Каина, уже зависть была. Но вот на сегодня пока все. Размышлением я призвал, а вы думайте. Я отхожу. Спасибо, Христос, Бог. Аллилуйя. Спасибо, Христос. Слава Христу. Спасибо, Христос. Слава Иисусу. Ну, ладно, тогда. Все. Спасибо.